Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, Отец Назарий. Я думаю, каждый из нас сталкивался в жизни с такой ситуацией, когда к тебе подходит человек на улице и просит помочь ему деньгами. Там неважно, на выпивку, на еду или еще на что-то. И что интересно, каждый человек реагирует по-своему. Кто-то сразу достанет мелочи или купюры, поможет, даст человеку. Кто-то, наоборот, сделает вид, что он его не слышит, не замечает и продолжит дальше свой маршрут. А кто-то, наоборот, начнет кричать и отчитывать попрошайку. Вопрос в том, как должен поступить христианин. И ответ вроде бы очевиден – нужно помочь. Но всегда ли наше милостыня является помощью? Об этом мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, клириком храма в честь мученика Трифона, поселка 113-й километр, отцом Николаем Осиповым. Отец Николай, здрасте. Отец Назарий, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие зрители. Отец Николай, когда нужно подавать милостыню, а когда нет? Или мы всегда должны всем помогать, кто к нам подходит и просит нашей помощи? И речь идет, конечно же, о христианах, о нас, о христианах. Я считаю, что это, наверное, все-таки моя личная позиция, личное мнение, что нужно помогать всегда, за исключением тех случаев, когда перед вами стоит тот человек, который зарабатывает на этом. Попробую пояснить. Милостыня – это то, что помогает человеку, нуждающемуся. Если мы видим человека, в который нуждается, ему нужно помочь. Если тот человек, который является мошенником и зарабатывает на этом, это не является милостыней, и в таких проектах я бы участвовать не стал. А если человек не знает, то есть мошенник это или нет? Человек сомневается или не определил? То есть, ну или просто, может быть, дедукция плохо работает в этот день, и человек не может понять, кто перед ним. Как тогда поступать? Путаться поговорить, если есть время, и с разговора станет очень много понятно. Мы, например, часто встречаемся одни и те же схемы, одни и те же людей в том числе. Телефонные звонки священнику поступают часто. И уже знаешь, по большому счету, о чем будет речь. Кто-то звонит и спрашивает, грубо говоря, и говорит какие-то истории о том, что у нас было в храме, например. И я сразу даю вопрос. Где у нас находится храм в нашем здании? У нас здание, это бывшие ясли. Исходя из этого, я уже понимаю, человек был там или никогда не был. Задаю какие-то уточняющие вопросы. Они очень сильно помогают. Но если и здесь вы не разобрались, на мой взгляд, лучше дать. По крайней мере, вы ничего не потеряете. Когда вы даете, это не потеря. На мой взгляд. Именно так это выглядит. Есть, по-моему, такое выражение. Лучше погрешить где-то в любви, допустить ошибку, чем наоборот в жестокости и не милосердии. А как правильно помогать людям, которые просят милостыню, которые подходят на улицы? То есть как действительно сделать, чтобы это была помощь? Просто они попросили, дай мне денег. Достал, дал. Все, спасибо. До свидания. Так, или, то есть, надо как-то, как вы говорите, пообщаться с человеком, понять, в чем он нуждается. Может быть, как-то вникнуть в его жизнь, в его ситуацию? Здесь многое зависит от того человека, кто дает. Насколько он переживает о том или ином моменте. Будет ли это милостыня во благо, либо не будет. На самом деле, нужно просто рассуждать и так, на мой взгляд. Но ведь мы тоже получаем какие-то средства, и мы тоже можем эти средства потратить не во благо. Но Господь нам дает эти средства, и мы эти средства тратим. Поэтому каждый имеет право на свободу траты тех денег, которые он имеет. Когда вы подаете милостыню, вы уже эти деньги подарили другому человеку, и все, что он считает нужным, он на это может сделать. В том числе, если он, например, алкоголик, он все равно же питается. Кто-то делает иначе, кто-то по деньгам не помогает, а помогает какими-то материальными и иными благами. Хлеб покупает, но дадут ему хлеб, три буханки. Но когда он их съест? Ну, птицам отдаст, может быть. А имея деньги, человек может купить хлеб всегда и свежий. И вообще деньги нужны, на мой взгляд. Где-то на проезд, где-то еще что-то. Поэтому каждый случай индивидуален, по большому счету. Если вы знаете конкретно, что человек страдает какими-то недугами, и деньги в его руках – это просто катастрофа для близких, для него самого. Здесь нужно, соответственно, помогать таким образом, чтобы эти деньги человеку в руки не попадали. Но еще один очень интересный момент. Человек ищет деньги, заработать сам не может. Как правило, такой вот контингент, ему очень тяжело заработать. Мы говорим, руки, ноги есть, почему ты не зарабатываешь? Иди там подметай и все остальное. У нас был такой опыт. В поселке были такие люди. Вы не поверите, они даже подмести нормальное качество не могут, потому что жизнь уже их помотала. Они сами себя уже помотали. Здоровье не то. И ни на что не способны, по большому счету. Но этим людям нужно жить. И поэтому, если такая ситуация, можно таким людям помогать чем-то целенаправленно. То есть не финансово, а именно смотря какие у них нужды, то есть возникают в еде, питье и так далее. Вот с мошенниками понятно, что мошенникам денег давать не надо. А как вообще тогда с ними поступать? Вот подошел ему, ты просто отказал? Или все-таки нужно какие-то меры предпринять для того, чтобы пресечь это мошенничество? Или это уже немножко не твоя забота? Как вы, христианину, поступить? Здесь многое зависит от того человека, с кем идет диалог. Если вы можете донести до человека информацию трезвой, четкой, чтобы он понял, но опять же это нужно делать с любовью. Даже к таким людям, которые вас обманывают, нужно относиться с любовью. И мы знаем, что святые поступали и молились за своих обидчиков. Поэтому прежде всего нужно относиться по-человечески даже и к ним. И здесь многое зависит от того, на что вы способны. Способны по-человечески уйти, тихо, уйдите тихо. Способны наставить и умеете это делать, и сделаете так, что это будет эффективно, пожалуйста. Но опять же, где гарантия, что вы трезво оцениваете свои силы. Может быть, вы настолько жесткий человек, ну, по своему нраву, еще это не понимаете, что вы можете и здесь навредить. Поэтому, на мой взгляд, можно поступать таким образом, когда вы трезво оцениваете свои ситуации, исходя из тех сил, которые у вас есть. — Отец Николай, почему вот столько много нищих порой мы встречаем рядом с храмами? Человек собрался и в церковь помолиться. Он идет перед воротами храма, сидят люди, ну, далеко не христианского образа, скажем так. Почему? Ну, потому что человек подходит и слышит, уже даже на подходе к храму, там, да, за несколько метров мат просто отборный, о котором мы с вами, да, там, в прошлых выпусках говорили. И тут он равняется с этими людьми, человек говорит, помогите ради Христа, там, человек помог, там, Бог вас благословит. Человек отходит, он слышит опять дальше отборный мат. То есть это вообще нормально, то есть, и почему, как бы эти вот люди рядом с храмом находятся, и как, опять же, христианину себя вести в этой ситуации. То есть он видит, что эти люди, ну, просто абсолютно неблагоговейно себя ведут рядом с храмом. Более того, что порой они, может быть, даже кого-то могут и оттолкнуть вообще от храма. Ну, понятное дело, если человек идет к Богу в храм, его, скажем так, ничто его не остановит. Но осадок останется, как у нас говорят. Почему, во-первых, так вот происходит, и как христианину в такую ситуацию поступать, когда он сталкивается с такими людьми? Вопрос очень сложный, но с другой стороны, а куда им еще идти, вот этим вот людям? Здесь они что-то приобретают, какую-то надежду на то, что встретиться им человек, которая, ну, им поможет. Если они где-то еще встанут, это будет менее эффективно, так скажем, потому что тот человек, который идет в храм, он идет к Богу, у него более чистое сердце наверняка. Поэтому они там и на самом деле находятся. То, о чем вы говорите, да, действительно, это проблема, это сложная ситуация, и навести порядок там очень тяжело, и люди достаточно своеобразные, и можно там найти, где они располагаются, различные вещи, которые, ну, бутылки там, и сигареты, и прочее. Можно их за этап отсудить, отсудить, но мы же понимаем о том, что каждый человек имеет какие-то свои слабости определенные, и к этим людям тоже нужно относиться по-человечески, с любовью, с пониманием и с терпением, потому что потерпеть однозначный настоятель приходится, там, где такие вот люди находятся. Но с другой стороны, бывает, когда человек жертвует именно тем людям, которые ведут себя так даже, это единственный шанс начать жертвовать, и такое бывает. Не все же ходят в храм постоянно, не все же видят их постоянно, а есть люди, которые чисто случайно пришли в храм, им пожертвовали, помогли им в чем-то, на проезд в том числе. Да, это на самом деле вроде бы кажется, что, да ладно, что такого, ну, сидят, пройди мимо там, зайди в храм, но вот у меня был реальный случай, человеком, когда еще в Средней Азии, в Ташкенте я жил, там есть кладбище, церковь на кладбище Боткина, и там, не знаю, как сейчас там, но в свое время, когда вот ты идешь туда в церковь, там прям бывает, там прям вот нужно пройти часть кладбища, чтобы попасть туда в храм, и там прям вот вдоль всей вот этой дороги очень часто бывало сидели нищие. И вот был такой момент, что когда вот мы шли, человек, то есть там раздавал там булочки какие-то еще, и там как бы, ну, рядом девочки, которые там в хоре в храме пели, они говорят, да ладно, что ты там ему помогаешь, ну, он там пьет там алкоголик и так далее. И в какой-то момент, то есть этот человек, то есть в очередной раз оказывает помощь вот этому человеку, которого назвали там девчонки алкоголиком, а он прям расплакался. То есть он реально вот как-то вот, то есть от него алкоголем не разило ничего, но это было видно, что человек искренне, видимо, привык к тому, что может быть его как-то там шпеняют или оскорбляют или еще что-то, даже казалось бы, вроде бы ты как бы, да, там рядом с храмом находишься, но это вот настолько поразило, что этому человеку помог там юноша молодой. И, то есть человек даже как-то сам преобразился и проявил огромную благодарность. Поэтому, наверное, действительно, бывают такие ситуации, мы же не знаем, почему человек оказался в этой ситуации, да, как он к этому пришел, через что он в жизни прошел, почему он стал выпивать, мы этого тоже порой не знаем. Но вот наша, скажем так, страсть к осуждению и наше порой нежелание вникнуть в боль и в проблемы ближнего, они мешают нам увидеть вот эту правду, потому что, да, мы как ссылаемся на то, что у нас своих проблем хватает или легко просто поставить клеймо на человеке, что он там пьяница, алкоголик, лентяй и так далее, вообще не надо ему помогать. Это проще сделать, чем действительно попытаться, может быть, разобраться в ситуации, ну или хотя бы просто все-таки порой проявить чуточку внимания. И это внимание порой действительно может помочь человеку. Я сейчас не помню, был фильм, где была такая история о том, что тоже человек был прям вот на грани, просто вот на дне жизни, тоже он пил очень сильно, и вот он в таком состоянии зашел там в метро, стал как бы буянить, и там ехала, значит, мама с девочкой, и девочка спрашивает, что мама, что с дядей? Ну и то есть и мама как-то вот она не осудила, да, то есть там не начала его как-то оскорблять, назвать, она сказала, дяде просто плохо, то есть как бы, ну вот ему просто плохо, ему нужно помочь. А он это услышал, его вот это как молния, то есть пробило, что он говорит, я понял, что все, нужно жизнь свою менять, то есть нельзя мне больше в таком состоянии находиться, если человек действительно потом изменил свою жизнь. Поэтому, может быть, действительно там из какого-то количества людей, которые там пьют, или еще в какой-то там зависимости находятся, если среди них хотя бы, может быть, найдется один-два человека, на которых, да, подействует наша любовь, наша доброта, наше какое-то, даже просто чуточка внимания, и поможет им изменить немножко свою жизнь, разве оно того не стоит? Но вот здесь, опять же, возникает риск того, что человека уже просто будут знать, о, это вот он, он, он всегда там помогает, он давайте, давайте. И там, то есть, ну, чего человек зачастую боится, что он сейчас там начнет одному помогать, придут другие, там, да, человек не знает, почему ты не помогаешь? Он говорит, ну, я сейчас начну одному помогать, тут там, там пол района прибежит, будут знать, что я помогаю. Как вот тогда человеку поступать, если вот есть риск того, что ты вот сейчас одному поможешь, и все, и тебе очередь выстроится, и бедный, а бедный человек, может, он сам в помощи нуждается, он сам, может быть, живет скромно. Как тогда вот человеку решить вопрос? Помогать всем по возможности. Если к тебе обращается конкретно человек, как говорят святые отцы, что самое главное, человек тот, который сейчас, сейчас стоит перед тобой. Если к тебе подошли, вероятно, этот человек именно тебя ждет какой-то помощи, и, вероятно, ты ему можешь помочь. Кто-то, например, из крупных благотворителей, они выбирают объекты определенные и помогают значительно определенным объектам, потому что говорят, а мы иначе будем, мы не сможем всем помочь, мы лучше вот двоим-троим поможем, но поможем очень эффективно. Но в таком случае, если вы помогаете эффективно каким-то определенным людям, то, соответственно, есть возможность всегда переключаться. Здесь закончили логически, пошли дальше. То есть укрепился человек, пошли дальше. Естественно, если мы говорим про простых людей, которые идут мимо храма, и там вот то, о чем вы говорите, прекрасно понимаем, вы тоже с мамой раньше ходили, у нас были карманы, забиты конфетами, мы всем раздавали, как бы на всех хватали, рассчитывали, там мешок брали, и всем хватало. Вот здесь уже каждый, на самом деле, смотрит на ту ситуацию, в которой он сам находится. Но очень важно, если ты сам живешь на благотворительность, ну, священник, он же тоже живет на деньги, на пожертвования, нужно тоже благотворить. Если человек не будет отдавать, у него будут забирать. Он выйдет, ему кто-то машину поцарапает, или там колеса снимут, или он купит вещи, эту вещь потеряет, испортится, или заболеет, в конце концов, лекарства очень дорогие. Однозначно будут, на мой взгляд, происходить те ситуации, когда он будет деньги просто терять. Поэтому намного проще, эффективнее, и будет правильнее, и полезнее, когда человек отдает, и он, когда отдает, очень много приобретает, очень много. И проблемы решаются, в том числе. Потому что проблема, прежде всего, проблема нашей жизни, у нас в сердце, в мировоззрении. Ну, да, это как бы для нас, для людей, которые еще не достигли больших высот духовных, для нас это как укрепление и наставление. Но мы при этом, мы всегда помним и знаем об идеале, что мы все-таки стремимся помогать, не ожидая взамен, что нам тоже откуда-то там придет помощь, но потому что любим и порой даже готовы потерпеть. И действительно бывает так, что человек помогает, находясь сам в нужде. Мы же помним слова Христа о вдове, которая пожертвовала две лепты, что она сама находилась в нужде, но при этом пожертвовала. И действительно, мы в жизни сталкиваемся, бывает, что человек вроде бы состоятельный, да, все у него есть, и вот он постоянно бьет себя в грудь, да я сейчас помогу, да ладно, чем мы тут не решим эту проблему, да сейчас все сделаю, в итоге ноль и тишина. И оказалось бы, человек, который сам, да, находится в нужде, у которого там у самого и кредиты, может быть и ипотеки, да, там много детей, но при этом он видит, что необходима помощь, и он находит возможность помочь, может быть, собственным трудом, да, может быть, финансово, но человек как-то, но находит возможность все равно помочь человеку, и эта помощь, она гораздо ценнее, потому что человек помог, да, не от избытка своего, да, что, ну, вот возьмите, да, вот, что нам, скажем, так уже не нужно, да, потому что мы же тоже, как иногда, пытаемся помогать, ну, вроде это лишнее, но вроде это не нужно, сейчас я вот, все, я благотворитель, сейчас я всем помогу, вот отдам даром, отдам здесь, вот. А в другой момент, когда обратились тебе за помощь, ты говоришь, нет, извините, я сам, тут у меня стройка, тут у меня ремонт, тут у меня дети, все, то есть в момент, когда вроде бы, казалось бы, нужно проявить помощь, ты не готов, ты готов помогать только тогда, когда вот сам ты вот захотел, или как тебе кажется, у тебя там появилось, появилось что-то лишнее или ненужное, ну, получается, это как бы, может быть, не совсем христианская помощь, вот, если вот в саму глубину посмотреть, то здесь, скажем так, может быть, больше человек делает то, что ему просто комфортно, то, что ему удобно, а когда неудобно, человек и не помогает, то есть мы, получается, как христиане, все-таки стремимся помогать в любых ситуациях, удобно нам, неудобно, в каком бы положении мы ни находились, да, даже вот, грубо говоря, последний кусок хлеба, но если мы видим, что человек в нужде, мы постараемся его с ним разделить, правильно? Или, 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 или не так, отец Николай, или, или вот, все-таки должны стремиться всегда помогать, несмотря в каком положении бы мы сами не находились? Вне зависимости от положения, если мы видим, что кто-то нуждается, на мой взгляд, нужно помочь, и тот человек, который помогает, у него в сердце происходит необратимое изменение, в лучшую сторону, у него сердце размягчается, а тот человек, который ждет удобного момента, отдавая от своего избытка определенного, он может не дождаться того момента, когда он начнет кому-то помогать, поэтому тот человек, который помогает, вне зависимости от ситуации, помогает стабильно, может быть, делает большое дело, большое доброе дело, как мы знаем, доброта имеет очень такую огромную созидательную силу, и для человека, который дает, и для человека, который получает, и мы зачастую даже не представляем, какую мы помощь оказываем человеку, материально, какой-то копеечка небольшой, или, например, какой-то своим временем, бывают бабушки на каждом приходе, которые говорят, а нам вот важно, чтобы время уделили, то есть я одинок, и там месяц, два, три, там одна, кто-то к ним придет, и для них тоже огромная помощь, поэтому можно помочь всегда, если нет возможности финансов, если нет возможности как-то иначе, разделить чужую беду можно всегда. Отец Николаев, вот еще хотелось бы один такой момент разобрать, касающийся милосердия и помощи, он уже не связан с мошенниками, допустим, это вот человек близкий, друг или родственник, которого ты знаешь, которому приходится уже помогать много лет, человек сам не хочет, там не работать, не как-то развиваться, не учиться, он, грубо говоря, просто ничего не делает, но при этом как бы ждет помощи от своих близких, там от друзей, от родственников, и как бы близкие вроде думают, что ну как же, я же не брошу, это же мой как бы родственник, это мой близкий человек, там это мой ребенок, там или это мой хороший знакомый друг, мы там с детства с ним, ну как я его брошу? Да, я знаю, что он там пьет, допустим, да, да, я знаю, что он там не работает, не учится, но как я сейчас, я сейчас его брошу, что с ним тогда будет? То есть является ли это добрым делом, когда мы знаем, что человек не хочет меняться, неоднократно с ним беседовали, встречались, ну ты всю жизнь этого человека знаешь, и человек, выражаясь по-простому, по-мирскому, просто сел на шею, да, там родственникам или друзьям, вот как в этой ситуации быть? Это является добрым делом, это является милосердием и милостыней, или наоборот, мы человека подталкиваем вот на такой образ жизни тунеядца, скажем так. Рассуждение помогает христианину разобраться в этих вопросах, это необыкновенный такой Божий дар, не всегда получается рассуждение, получить от Бога, бывает нужно много времени на это, но все-таки, на мой взгляд, когда такая сложная ситуация, и Господь нам тоже так часто помогает, Он нас отпускает, но смотрит, что с нами происходит, и в нужное время где-то поддерживает еще, поэтому в таких ситуациях, когда человек уже является тунеядцем, и сложно его вывести из этого состояния, бросить, закрыть дверь, это тоже, на мой взгляд, не вариант, а вот отойти, отпустить и присматривать, вот это несколько другое, я думаю, что это нужно сделать именно так, не бросать, а оставить и присматривать, за этим человеком. А если мы видим, ну допустим, что вот хорошо, оставил ты человека, и увидел, что человек просто во все тяжкие, то есть еще хуже пошел, что тогда делать? То есть, и ты понимаешь, что ты сейчас вот вернешься к человеку, он снова, как бы опять сядет тебе на шею, ну опять образно выражаясь, но как бы вот ты его стал отпускать, ты видишь, что наоборот, человеку еще хуже стало. Как вот быть в такой, ну скажем так, патовой ситуации, когда вроде не туда и не сюда, получается, человеку просто как нести, это как крест, как заботу, как заботу, например, о больном человеке, то есть, ну человек болен, ну болен страстями, болен там алкоголизмом, болен там наркоманией, когда то там ребенок, например, у родителей, это тогда просто воспринимать как крест, вот оставили они его, посмотрели, ноль, вообще ничего не помогает. Как тогда им поступать в этой ситуации? Любые действия, направленные на решение какого-то вопроса, должны сопровождаться у христианина дополнительно молитвой. Тогда мы увидим разрешение очень многих вопросов. Если мы будем надеяться только на собственные какие-то силы, на собственные действия, механизмы запускать, это бесполезно. А вот молитва часто в таких ситуациях помогает творить чудеса. Был опыт, и когда наркоманы выходили из этой ситуации, уже все из дома было продано и так далее, все равно человек сейчас имеет и семью, вот, и работает, то есть у него вот уже все хорошо много-много времени. И периодически прихожане рассказывают о том, что у них случается там с родственниками похожая ситуация, и кредит, и так далее. Естественно, нужно сделать таким образом, чтобы человек не брал кредитов. То есть, паспорт куда-то хотя бы спрятаться, если вот таким образом он срывается. Вот это будет ему очень такая большая помощь. Вот. Но нужно молиться однозначно. И это очень эффективно. И мы, к сожалению, часто оставляем это на потол. Молитва имеет силы огромные. То есть, нужно даже в добрых делах, да, не прибегать к молитве, не быть самонадеянным, что я вот сейчас такой добрый, хороший христианин, сейчас всем помогу, наделаю здесь добрых дел, но все-таки даже и здесь проявлять мудрость и смирение и все-таки стараться брать у Бога благословение на то, что мы делаем. И стараться, как вы говорили, приобретать добродетельное рассуждение. Потому что как никогда она особенно важна нам, христианам, чтобы вот разобраться во многих таких вопросах доброделания, когда, казалось бы, вроде бы ответ очевиден, что помогать нужно. Вот мы с вами стали общаться и пришли к выводу, что бывают ситуации, когда нет, помогать не нужно. Или наоборот, нужно помогать, но нужно помогать по-другому. А в каких-то ситуациях вообще наша помощь может даже и во вред обратиться. Поэтому будем надеяться, что Господь даст разум рассуждения нам, христианам, даст волю и силу не бояться делать добрые дела, идти навстречу людям, проявлять действительно любовь, не отворачиваться от чужого горя, несмотря на то, как какой бы человек к христианину не подходил и через это все-таки стараться исполнять заповедь о милосердии. Спасибо, отец Николай, большое за добрую беседу. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Ангелы всем хранителя, с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok